Теперь мы перейдем к нашей теме. Мы будем говорить о сущности христианской музыки, как и обещали. Это не проповедь. Это тема, и, может быть, даже больше похожа на лекцию. Это тема из библейского обучения в Бременской библейской школе. Эта тема проводилась там, эта тема проводилась на дирижерских курсах или связанных с этими вещами. Эта тема проводилась в течение всего прошлого года на молодежных трехдневных семинарах, через которые мы пропустили всех подростков и всю молодежь. Конечно, там эта тема сопровождалась после этого часовым прослушиванием записи на кассете, которая была заполнена выдержками. В общем, это была кассета, в которой фрагментами показывалась история христианской музыки. От еврейской музыки через григорианский хорал, знаменный распев России и до наших дней, чтобы показать то, о чем говорится, как это проявлялось в истории христианской музыки. Я специально собрал самые разные композиторов, самые разные жанры церковных композиторов, крупных композиторов – Бетховен, Чайковский, Архангельский, Бортнянский, Рахманинов, современные некоторые композиторы, христианскую музыку. Там были и фрагменты музыки, которая неудачна, она не подходит. Фрагменты разрушающейся западной музыки, в частности, там Хендрикс был, этот самый Сервант Кинг фрагмент из «Служащий король». Там были наши евангельские псалмы, и этого я сделать не могу. Я должен сказать, что когда я им поставил час эту музыку, я думал, что они непривычны к такой музыке, не выдержат. Но когда закончился этот час, мне брат сказал, сделай призыв. После часа музыки, звучащей на уровне классики, я скажу, две трети людей вышло наперед. Кается. Я должен сказать, я сам был потрясен. Я не могу это сделать сегодня, но мы будем говорить о христианской музыке. Музыка – это вещь тонкая. Музыка – это вещь тонкая. Можно разбирать какие-то литературные произведения, богословские учения, слова, несущие информацию. Но очень трудно говорить о музыке. Некоторые люди говорят, вообще не существует христианской музыки. Что вся музыка нейтральна. Это совсем неправда. Это совсем неправда. Это глубокая неправда. Об этом прежде всего говорит наличие военной танцевальной музыки. Никто никогда не пошлет дивизии в бой под вальсом Штрауса. И никто никогда на танцплощадке, уж извините меня за такие сравнения, но я должен просто это показывать, никто никогда не покажет, не включит военные марши. Музыка дискотек – это музыка дискотек. Музыка пивных – это музыка пивных. Музыка церкви – это музыка церкви. Это прекрасно знают рок-музыканты. Я это испытывал сам на себе. Когда мне приходилось ездить из Шпайера на Бремен, 6 часов ехать, 5-6 часов, и ночью очень неприятно. Когда выезжаешь в 12 ночи и приезжаешь в 5 часов, это очень тяжело. Там засыпаешь, вот просто вдруг спишь и ничего не видишь. Я стал искать музыку, которая бы мне помогла не спать. Я ее нашел. И тут же от нее отказался. Тут же покаялся. Я засыпал под все, что угодно. Под симфонией Бетховена, под еврейскую музыку. Ух, о христианской вообще пневмой приходится говорить. Эти ласковые мелодии в усталом состоянии убаюкивают моментально. Но была одна музыка, которая не позволяла мне спать. Старые немецкие военные марши. Они музыкально безупречны. Но после этого... Ну, я сейчас не буду отвечать. Но после этого спать не хотелось вообще. Но захотелось остановить машину и каяться. Этот дух, он чувствуется. Это знали, между прочим, и древние. Это знали и древние. Например, вы помните 32 главу книги Исход? Когда Моисей поднялся на гору. Они в это время тельца золотого сделали. Они возвращаются назад. И они между собой разговаривают. Моисей с Иисусом Навидом. Там крик брани. Он говорит, нет. Это не крик брани. Это музыка танцующих и играющих. Он ведь все-таки понял, что музыка не нейтральная. Он понял, о чем идет речь. И музыка отличалась. Та музыка, которой, скажем, славили Бога, та же Мириам с женщинами, и музыка, которую не услышали. Она же по-другому характеризуется. И это же эти люди знали. Иисус Навин не стал у него выяснять. Слушай, а что ты имеешь в виду, Моисей? Как ты это определяешь? Они сходу поняли. Он быстро понял, что он прав. И увидели, что то, что их ждет, оно действительно соответствует их тревожным и неприятным ожиданиям. Ненормальное состояние рождает ненормальную музыку, и ненормальная музыка содействует ненормальному состоянию. У музыки есть свой язык. Если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению. Можно, конечно, говорить, что все нейтрально, все относительно, но это неправда. Это неправда. Как бы я ни знал, так в несовершенстве немецкий язык, но я прекрасно понимаю, что большая часть наших немецких эмигрантов, она говорит на очень примитивном немецком языке. Не в смысле, что они плохо говорят, но когда я сталкиваюсь, скажем, с местными пасторами, с которыми я по учению не согласен, я должен признать, у них красивый язык. И это нельзя свести относительно. А мне вот такой нравится. Это нельзя к этому свести. Если человек не понимает разницу между картинами Шишкина и Мазнёй какого-то хулигана, то ему надо что-то понять. Если человек не видит разницы между грязью в луже и утренней зарёй, то это неотносительные вещи. Вы меня простите, если человек не понимает разницы между шумел-камыш и фугами Баха, то это не нейтральная вещь. И может быть, я беру специально грубые примеры, но оно и в тонком, эта граница где-то лежит. И когда Богу нужно было объяснить своему народу или высказать своему народу о том, насколько важно для народа понимание воли Божьей, то Дух Святой привёл именно музыкальный пример. Блажен народ, знающий трубный зов. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица твоего, силой твоей возносятся, я буду говорить своими словами, буду немножко экономить время. Я думаю, это место знаете. У музыки есть свой язык. Хватит, да? У музыки есть свой язык. И мы должны это понимать. Сегодня в этом вопросе существует глубокое заблуждение. Все говорят, есть африканская, индейская, рок-музыка, христианская музыка. Нету африканской христианской музыки. Христианская музыка бывает только восточно- и западноевропейская. Другой христианской музыки не существует. Я понимаю, что негры в Америке или кто-то, они уверовали в Бога и выражали свои чувства, как могли. Но я готов петь о благодать спасен тобой в христианской гармонизации. И мне очень тяжело слышать это в оригинальных спиритчуэлс. Я это все прослушал. Это совершенно разное. Знаете, когда мы встречаем людей, искренне обратившихся людей, из криминального мира, они могут быть очень искренними, но их все повадки и поведение, они не христианские. Поначалу я имею в виду. Они могут быть даже искренними многих христиан. Бывают люди, которые такие тепло-холодные, но это не значит, что они освященные. Вы понимаете меня? Это не значит, что они освященные. Точно так же и в музыкальном вопросе. Это не значит, что люди где-то что-то поют, они, значит, уверовали в тюрьме, их песни напоминают эти самые тюремные бардовские песни. Но он не может по-другому петь. Я не готов сегодня с него что-то спрашивать. Но это не христианская музыка. Я не случайно говорю, что христианская музыка. Это музыка европейская, восточная и западная. Она исторически преемственна, божественная. Если вы посмотрите ранние знаменные распевы, григорианский хорал, то можно нетрудно проследить их происхождение. Это история музыки говорит от еврейской псалмодии. От еврейских псалмов. Это нетрудно проследить. Это было то, что Бог давал. С потерями, не с потерями. Оно развилось определенным образом. Сформировалось с помощью определенного музыкального языка. Развивалось столетиями. И сегодня этот музыкальный язык с определенными переменами, я не буду в эти все подробности входить, выражается в том, что характеризует христианскую музыку Востока, России, Восточной Европы, Западной Европы, которая, к сожалению, приходит в полный упадок на сегодня. Вот если евангельская музыка на Востоке еще пока сохраняет себя, хотя разрушается всеми этими так называемыми хоросами и всякими этими попевками харизматов, то все-таки это христианская музыка. Она говорит на языке, рожденным христианизированными народами, принявшими Евангелие, благочестивыми. Она имеет эту преемственность. Эта преемственность обязательно должна существовать, потому что Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Бог не меняется, и не может быть так, что то, что Бог делал вчера, оно устарело сегодня. Так не может быть. Это невозможно. Поэтому она и существует, она сохраняется, она реально существует. Я очень доволен, что наши сегодняшние дирижерские курсы, они эту традицию пытаются сохранять. И мы нашли таких людей, которые эти вещи понимают и эти вещи очень чтят. Это христианская музыка. Я не хочу сейчас раскритиковать все современное. Это тоже будет неправильно. Я думаю, что из той массы музыки, которая была в старину написана, мы тоже не все сохранили. Всякая шелуха, она отвеялась. Я не думаю, что даже все псалмы, которые существуют в старых сборниках, они духовные. Это тоже не так. Я не думаю, что вся сегодняшняя музыка, она плохая. Но мы должны понять, где и в чем мы можем определить сущность христианской музыки. Музыка рождается как реакция человека на то, что его окружает. Бог сотворил человека, поместил его в центре, в центре Эдемского сада, дал ему возможность владеть землей, обрабатывать землю. И он сотворил человека по образу своему, он дал ему моральный выбор. И среди того, что характеризует человека, это речь. То есть я, произнося какие-то звуки, и вы, произнося, мы можем описывать предметы. Мы можем сказать, что у сестры одет платочек. И вы все понимаете, что я имею в виду, что у нее на голове, и что я не имею в виду, какая обувь у нее на ногах. Вы прекрасно это понимаете. Это особенность. Я могу с помощью слов описывать абстрактные понятия, отвлеченные понятия, различные чувства, переживания, то, что нельзя потрогать, то, что нельзя увидеть, описывать какие-то понятия науки, понятия искусства. Но это не ограничивается все. Человек, как составляющая часть творения, как окруженный этим творением, он способен способен выражать свою реакцию, свое отношение не только в словах, но в каких-то определенных звуках, в какой-то высоте, в каких-то ритмах, в чем-то еще. То есть он выражает свое отношение с помощью каких-то звуков. Музыка – это есть отношение. Музыка – это мелодия. Это какие-то ноты, какие-то гармонии. Это какие-то взаимоотношения. У этого есть свой язык. У этого есть какие-то свои правила. Знаете, у кого-то есть свои правила. Говорят, что маленький Моцарт, когда он был маленький, он любил дразнить своего папу. Ну, я не знаю, музыканты не понимают, что я скажу. Он брал неразрешенный аккорд и убегал. А Юлиопольд Моцарт кричал «разреши аккорд». Бежал, значит, к клавесину и нажимал ноты, чтобы вот это напряжение, оно ушло, которое существует в неразрешенном аккорде. И он, значит, хулиганил просто. Папу своего дразнил. То есть эти определенные отношения, они реально существуют. Теперь мы должны сказать, что если это отношение с человеком, оно может быть различной реакцией. Если это Божье, Божье отношение, то мы будем называть это духовной музыкой. То есть та реакция, которая вызвана переживаниями, данными в Духе Святом, переживаниями, связанными с Богом, это духовная музыка. Это будет духовным, но она Божья. Существует душевная музыка. Так же, как, скажем, существуют духовные стихи и существуют душевные стихи. Например, мы все учили в школе такие стихотворения Пушкина, «Вечер, ты помнишь, вьюга злилась». Я не буду говорить, я могу еще пару куплетов, наверное, сказать наизусть. Это не так важно. Это нормальные, красивые стихи. Но никто их в церкви читать не будет. Они душевные. Они отражают восхищение природой. Восхищение природой. Ну вот отражают еще что-то. Мы видим какие-то картины, красивые картины в церквях с текстами и с картинами из Библии. Мы иногда встречаем где-то картины русской природы, там лесные дали, значит, что-то еще. Это красивые картины. Это не безобразные вещи. Это нормальные вещи. Но они душевные. Они отражают человеческую реакцию на окружающую природу. В словах и в музыке. Это нормально. Это неплохая музыка. Сюда относится большая часть классической музыки, хотя не вся. Это, надо сказать, это не вся. Есть классическая музыка, очень ядовитая. Мы никому бы никогда не рекомендовали слушать музыку после Шенберга. То есть, когда разрушена была ладовая система в музыке. Я никому бы не советовал слушать симфоническую музыку Скрябина. Я видел ее воздействие на маленьких детей. У меня на глазах шестилетняя девочка вышла из-под контроля послушания, когда я в порядке эксперимента, мне было интересно какие-то вещи понять, поставил поэму Экстаза Скрябина. Он был бы очень осторожен в прослушивании. Никому бы это не советовал делать, слушать Вагнера. Потому что там явно языческие, сатанинские вещи. Неслучайно Гитлер полет в Аркирии переделал в марш тяжелых бомбардировщиков. Ни больше, ни меньше. То есть, эта музыка не вся, правильно? Там есть вполне хорошая, красивая, добрая музыка. Но она непригодна для церкви. Так же, как стихи Пушкина, никто не будет читать во время выступлений. Она непригодна. Есть музыка плотская. Это которая воздействует и побуждает плоть. Сюда относится эстрадная музыка, танцевальная музыка, музыка дискотек. Надо сказать, что такая музыка совершенно необязательна, должна быть чисто светской. К плотской музыке относится очень многое из того, что мы можем даже встречать и в церквях, когда люди необращенные, отступившие или выросшие в верующих семьях и не переживших близости с Богом, а старающие себя показать. Они берут христианские гимны и переделывают их, насыщают их ритмами, превращают их в танцевальную музыку. У нас в Германии была такая кассета, где брат показывал, как это происходит. Может быть, вы кто-то слышали эту кассету. Он это показывал с помощью изменений гармонии. Он взял псалом «Примиритесь, друзья, примиритесь». Никто это не слышал? У него получилось «Потанцуем, друзья, потанцуем». Короткий момент. Заменив ритмы, то меняя гармонию, меняя какое-то исполнение, меняя сам стиль музыки, человек приводит к тому, что эта музыка, она влияет, возбуждает плоть. Например, военная музыка – это плотская музыка. Она побуждает человека маршировать. Танцевальная музыка. Точно такая же музыка, она может существовать плотская. Она не приводит человека, состояние духа человека в возвышенное состояние, к поклонению. Я хочу сказать, что люди чувствуют эти моменты. Когда мы учились в университете, мой брат учился во втором медицинском институте, и он жил у одной женщины. Она была музыкант. Я туда приезжал и любил там слушать классику. И вдруг я столкнулся с такой вещью. У меня эта женщина, пожилая бабушка, ей было 85 лет, я ставил Аву Марию Баха. Она говорит, не ставь ее никогда. Почему? Ты знаешь, когда я слышу эту музыку, мне хочется встать на колени, а этого я никак не хочу. Это говорил неверующий человек, музыкант. Он вполне чувствовал, куда эта музыка двигает ее. Вполне конкретно. Эта женщина плохо кончила, это сегодня к отношению, ни к делу не имеет. Она так и ушла без Бога в вечность. Никакие попытки что-то ей сказать ни к чему не привели. Есть плотская музыка. Музыка, возбуждающая чувства, она, к сожалению, существует. Это музыка стадионов, это музыка дискотек, это так называемая минимальная музыка, когда с помощью очень малого количества музыкальных звуков, музыкальных средств пытаются возбудить человека. Сюда же относится музыка так называемой хвалы и проклонения, когда бесконечное повторение примитивных попьевок действует на человека точно так же, как музыка дискотек и стадионов, несмотря ни на какие слова. И есть сатанинская музыка. Я уже вам цитировал это место из 11 стиха 14 главы Исаии, где говорится, по-русски говорится, что он шумом своим сошел в преисподние места земли, дьявол, а в немецком и в еврейском переводе стоит со звуком гусли, лютней своих. У него тоже есть своя музыка. Это шаманская музыка, чернодейная музыка. Она не всегда только шумная. Она может быть очень вкратчивая, медитативная музыка. Она может быть. Сюда относится рок-музыка. Сюда относится рок-музыка. Это не только музыка той культуры, сатанинской, бунтующей. Она гармонически, эта музыка. Все эти люди, которые стояли в ее истоках, Элвис Пресли, маленький Ричард и другие, у них комнаты были наполнены божествами вуду. Это африканский идол, это сатанинский культ. И они оттуда брали свои гармонии. Они оттуда брали свои барабаны. Поэтому люди, которые считают считают вот эти ударные эксперименты и музыкой шаманов, они не так далеко ушли от истины. Потому что в основе эта вся ритмика, она действительно взята с африканских вещей. Когда в Америку свозили с Африки рабов, а их туда перевели 15 миллионов негров, и они, попав на чужую землю в ужасе, начинали проводить свои служения, вызывая духов джунглей, это было почти один к одному. рок-концерты. И эффект был точно такой же. То есть то состояние, в которое приходила публика, это было точно такое же. То вот это мы должны понимать. Понимать, разуметь. И мы должны понимать, что необходимо отличить духовную музыку от духовной. А не духовной. Положить границы. Положить границы. Разумеется, граница идет не в том смысле, что вот мы поехали на юг, уперлись в Казахстан. Таможня. Конечно, сегодняшняя музыка, она пользуется другими гармониями, другими приемами, чем, скажем, во времена Баха или тем более Лютера. Конечно, мы понимаем, что еврейская музыка оказала влияние на современную. Те же спиричуэлс. Никто же не будет отрицать красоту псалмов, вот это, о благодать спасен тобой. Или сидел слепец, протянутый рукой. Там очевидно присутствие влияния вот этих вот спиричуэлс. Оно оттуда и происходит. Но эти гармонии сильно изменены. Я специально это все прослушал, и как я прослушал, я положил эту сиди, и больше ее не слушаю. Эти люди выражали свое чувство, как могли. Она, на самом деле, отличается от джаза. В джазе существует такая чувственная, плавающая чувственность, которой спиричуэлс нет. Но все равно эта музыка, она далеко не христианская. Она довольно тяжелая музыка, в которой действительно чувствуется боль вот этих рабов, которых могли жену в одно место продать, мужа в другое. Но вы из хижины дядя Тома это, наверное, знаете. А детей в третье место. Но нам эту границу надо определить. И граница, может быть, лежит не в том, что если где-то мы услышали какой-то ритм спиричуэлс, это значит обязательно плотская музыка. Здесь границы эти, они другими вещами определяются. Они определяются пониманием принципов отделения Божьего от небожьего. Эти границы основаны на понимании, не на формальных жестких границах, но на понимании принципов отделения от чуждых Богу реальности. Оно основано на познании, в чем это отделение заключается. Это для нас важно. Мы не будем сейчас всю музыку разбирать, хотя вы уже поняли, что из этого можно вообще просмотреть, какова музыка, которую мы слушаем. И об этом, может быть, стоит говорить, но это вещь сама в себе. Отдельная тема, я ее касаться не буду, хотя из того, что мы будем говорить, много можно будет извлечь уже. Для нас сейчас важно, какая музыка является христианской, церковной, духовной. Для того, чтобы это понять, как бы трудно это ни было, сформулировать эти вещи, мы все-таки должны обратить на некоторые, на некоторые, внимание, на некоторые принципы Бога поклонения, исходя из них, постараться оценить эти вещи. Значит, первое, что мы должны сказать. Теперь мы берем Библию, вы можете брать тоже, если хотите. Евреям 13, 15. Итак, будем через Него, через Христа, непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Значит, музыкальное служение, как и вся хвала, это жертвы, да? Жертвы хвалы. Это духовные жертвы. Значит, послание Петра, 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. Мы читаем с 4 стиха. «Приступая к нему камню живому, человекому отверженному, драгоценному, но Богом избранному, драгоценному». Виноват. «Приступая к нему камню живому, человеком и отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, и устрояйте в себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Значит, жертвы, которые мы приносим, они должны быть духовные. Бог ищет в себя поклонников, которые поклонялись бы Ему в Духе истины. Значит, служили в том Духе, которым Бог видит, исследовали той живой истины, которая нам открыта в Иисусе Христе. Если это так, то мы должны сразу обратить внимание, что Бог никогда не принимал, не принимает и не примет жертвы, которые его недостойны. Мы открываем с вами пророк Амалахию, первую главу, и читаем с восьмого стиха. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой и благосклонно не примет тебя, говорит Господь Саваоф. И так молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-либо из вас заперт бы дверь, и чтобы напрасно не держали огня на жертвенника моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Значит, это показывает нам то, что жертва должна быть угодной Богу. Я скажу такое слово «достойной Бога». Жертва должна быть достойной Бога. Они говорят, мы выражаем Богу наше чувство. Это, конечно, выражать можно, но жертва Богу не чувство, а достойно. Когда моя маленькая дочка была, когда моя дочка была маленькая, это был очень эмоциональный человек. Я почти никогда не видел ее спокойной, кроме одного случая, когда она обварилась кипятком, извиняюсь за такое сравнение. Вот тут это был тихий человек. Вот, и она, влетая в комнату, я говорю, стоп, у меня чувство. Я говорю, правильно у тебя чувство, ты человек, ты не животное. Ты должна уметь владеть собой. Ты должна правильно выражать чувства. Я понимаю, понимаю это все, но это неприлично. Неприлично кричать на улице, неприлично делать всякие такие вещи. Есть какая-то вещь, которая показывает, что человек, он достойный человек. И как раз вот люди, которые попадали в концлагеря, например, они всячески старались сделать из людей животных. Потеря стыда. Люди все теряли. Они могли раздеваться, несмотря на происшедствие чужих людей другого пола. Но люди, которые старались свое человеческое достоинство сохранить, они получали большую силу, чтобы выжить. Это я беру сейчас человеческое. То Богу тем более должны быть принесены достойные жертвы. Каким образом эта достойная жертва может быть принесена? Она и может быть принесена только тогда, когда ее приносит Дух Святой. Не просто человеческие способности, выражение чувств. Об этом, кстати, говорит то, что большая часть псалмов, вот из спорника «Песня Возрождения», а в нем большой процент переведенных с английского и с немецкого, они были написаны не профессиональными музыкантами, но людьми, которых специально Бог к этому приготовил. Мы вот пели с вами такой псалом «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен, им веселюсь, небо наследия хочет он дать, как же приятно им обладать. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем». Вы знаете, кто это написал? «Слепая сестра». Причем она ослепла в детстве. Ее звали Фанни Кросби. Фанни, о чем ты поешь? Как многие бы христиане спросили, почему? Она говорила, я никогда не задаю этот вопрос. Бог забрал у меня глаза, чтобы я прославила его стихами. Это был слепой человек. И Бог ее пригодил. Мы поем такой псалом «Течет ли жить мирно, подобно реке, несется ли на бурных волнах?» Знаете, такой псалом? Ну, там у вас есть 707 номер. Вы можете посмотреть. Прежде чем человек написал этот псалом «Течет ли жить мирно, подобно реке, несется ли на бурных волнах?» А что это за бурные волны? У него было, по-моему, пятеро детей. Может быть, я сейчас перепутаю пол детей. Четыре дочки и один сын. Первым умирает сын. Потом пожар уносит все его имущество. Он в Чикаго жил. И четверо дочерей тонут в океане. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несется на бурных волнах?» Нет-нет, у этого есть цена. «Возьми меня отныне и впереди, пожизненной Галине Господь». Вы знаете, как это написало? Это написала невеста у могилы своего жениха. Она приехала вступать в брак и увидела, что ее жених-миссионер умер. «Не мог бы я тропою твоей идти, но если ты со мной, я тверд в пути». У этого есть цена. Или взять тот же псалом «О благодать спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Тот, кто немножко знает жизнь Джона Ньютона, написавший этот стих, его борьбу с Богом и потом верное служение на протяжении 18 лет в этой маленькой церкви в каком-то английском городке. Можете вы помнить, я сейчас не помню это название, это не так важно. Оно показывает. И совершенно по-другому составляются эти псалмы. Есть свидетель, что у одного человека, который составлял эти корусы, он говорит, мы делали так, садились на диван, брали библейские тексты, убирали все обличения, оставляли только обетование, клали их в мелодию и вперед. Есть разница? Есть. Люди, может быть, и способные. Но плод, угодный Богу, производит только Дух Святой. Ничто другое Бог не примет. Поэтому здесь важно не просто всякие эксперименты, а действительно каких-то вещей понимания. Я им сказал, они там тоже эти все фонограммы, я уже говорил, что мы фонограммы все пытаемся убрать и вообще оставить живую музыку, потому что поклонение должно быть поклонением, жертва должна быть жертвой, а не музыкальными консервами. Это можно использовать только в таких случаях, если я поехал там на евангелизацию, куда-то, вот как они вот ездят на этом катере, или куда-то, но я не могу с собой рояль таскать по всему северному краю, или тем более орган. Это всем другой вопрос. Где это невозможно? Но это должно быть от сердца. Это должно быть от сердца. Вот мы с вами проводим какие-то вещи, я за каждую из этих проповедей, за каждую из этих тем я молюсь. Но сегодня у меня конспект, потому что это тема. Я должен просто что-то знать. Оно рождается из сердца. Оно должно рождаться из сердца. Я говорю, вы оставьте все ваши фонограммы, потому что настоящий музыкант, он должен принести Богу достойно, он должен научиться играть. А фантазии на компьютере – это не музыка. Это не настоящая музыка. Вы должны чувствовать эти гармонии, вы должны это понимать, вы должны чувствовать это взаимоотношение звуков, мелодии. Это должно быть достойно Бога. Это должно рождаться как действие Духа Святого, а не просто как фантазия. Это душевная музыка. У меня нет претензий, скажем, к тому, что там Брамс написал, на мой взгляд, очень красивую четвертую симфонию, но это не духовная музыка, это душевная музыка. Это способность его таланта. Или, скажем, фортепианный концерт Бетховена Первый, или там Крейцерова соната Бетховена, лунная соната, что наша молодежь обожает играть. Но это душевная музыка. Она непригодна для наседания святых. И то, что мы поем, оно должно быть духовным. Оно должно быть рождено от Духа Святого. И для того, чтобы это музыкальное приношение сделать духовным, то прежде всего важно, чтобы единственной целью было стремление видеть в центре всего совершаемого только Бога. Иногда говорится, но я не буду спорить, сейчас хор нам споет. Но хор поет не нам, а Богу. Мы проводили этот дирижерский курс, и эти братья, которые вели, они встают и говорят, Ричард, ты не обижайся. Но я что-то скажу. Но я, конечно, не обижусь. Он сказал, вы, проповедники, проповедуете людям, а мы хор поем Богу. Я нисколько не обижаюсь. Я тоже, правда, думаю, что мы проповедуем перед Богом. Но я нисколько не обижаюсь. Я полностью понимаю, что они говорят. Хор поет Богу. А Боги должен петь в Боге. И вот это очень важно. Потому что тогда это освобождает человека от желания сделать что-то популярное, захватить. Он ищет это сделать для Бога. Мы сейчас откроем с вами 33 главу книги «Исход». И там мы прочитаем очень интересные слова. Это как раз то, что произошло после вот этого «Золотого тельца». 33 глава, и мы будем читать 12 стиха. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлёшь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя поистине, и ты приобрёл благоволение в очах моих. Итак, если я приобрёл благоволение в очах твоих, то, молю, открой мне путь, чтобы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, по мысли, что сие люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и веду вас в покой. Моисей сказал ему, если не пойдёшь ты сами с нами, то и не выводи нас отсюда. Мы так прочитываем нормально. Но только когда-нибудь стоит задуматься, где он это сказал. в Юдейской пустыне. Там жить-то нельзя. Мы приехали в эту пустыню, они говорят, она цветёт. Она действительно вся зелёная, на ней вот такая травка. Я говорю, а что будет, когда не цветёт? Это всё сгорит. Моисей, ну что ты говоришь? Они только недавно, три дня без воды прожить не могли. Но Моисей не готов был идти ни за какими благословениями, если Бог не пойдёт. Вот это очень важно. Не даже цели евангелизации, не желание привлечь молодёжь, но единственная вещь, которая здесь всё определяет. Не какие-то другие побочные цели, а чтобы это было угодно Богу. Это то, что говорил Лютер, хотя не по поводу музыки. Я никогда не боялся проповедовать плохо. Но очень часто, стоя за кафедрой, я был исполнен страхом, что я должен стоять в присутствии великого и святого Бога. Я говорю о Его святости и Его величии. Это то, что должно быть адресовано Богом. И в этом смысле для понимания и исполнения христианской музыки, как того желает Господь, человек должен быть обращённым христианином, пребывать в должном духовном состоянии, знать, какого Он Духа и быть открытым для влияния со стороны Его Духа Христова. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Они поют такие плотские песни, потому что они необращённые. У нас на евангелизациях приходили в Москве люди, я не преувеличиваю, это были люди мировой величины. К нам приходил такой человек, это номер один советской флейты. Мы никогда не давали им участвовать в наших служениях. Человек может участвовать в богослужении только тогда. Первый шаг его участия в богослужении – это покаяние. Непокаившийся человек, человек, не готовый служить Богу в духе, он не может служить в духовном музыкальном приношении. Какой бы он талантливый не был, он не может это делать. Конечно, наши дети, освящаемые родителями, они участвуют. Но всё-таки, если мы видим, что уже это подростки или молодые люди, которые бунтуют непослушно и находятся в плохом духовном состоянии, мы говорим им «нет». Мы говорим им «нет». Вы не можете играть. Вы должны привести себя в правильное духовное состояние. И я это не выдумал. Мы сейчас с вами открываем Исайю. Мы сейчас с вами открываем Исайю, первую главу, и читаем такие слова. С 13 стиха. «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячный и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования». Новомесячья ваши и праздники ваши ненавидят душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетённого. Защищайте сироту. Вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушайте, то будете вкушать благо земли. Богу неприемлемо это. Оно не нужно. Откроем теперь пророка Амоса. Амоса откроем 6 главу. Там написаны такие слова. В 6 главе. Горе, обеспеченном на Сионе и надеющемся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Придите в кални и посмотрите, откуда. Оттуда перейдите в Ямав Великий и спуститесь в Геффилистимский. Не лучили они всех царств, не обширнили пределов ваших. Вы, который день бедствия считаете далёким и приближаете торжество насилия. Вы, которые лежите на ложах и слоновой кости и нежестись на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поёте под звук и гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьёте из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных и кончится ликование изнеженных. Это очень серьёзно. Они были уверены, что они славят Бога. А Бог это отверг. Они не болезнули о бедствии Иакова. Они не понимали, какого они Иосифа, какого они духа. Это, кстати, говорит очень сильно против харизматических песен ликования, которые хотят убрать из них всю печаль, оставить только радость. Я думаю, что если Павел говорил, что мы стинаем, ожидая искупления тела нашего, то эта тоска должна быть в наших песнях. Ни нытьё, ни плач, ни такое ноющее состояние. Основа христианского пения заключается в уповании на Бога, и пока на земле остался последний грешник, мы не будем не плакать. В этом есть тоска. Мне пришлось встретиться с одним бразильским пастором. Он услышал меня, побежал ко мне, говорит, я очень люблю русских немцев, я среди них уверовал. Он уверовал в Бразилии, среди лютеран. Они, говорит, пели так христианские песни, что по 50 человек без призыва выходило вперёд каяться. И в этих песнях была такая тоска по небу. А современные христиане поют примерно так. Нам здесь хорошо, благослови, и поживём мы здесь побольше, только с твоим благословением. В христианских пениях есть радость о Боге, упование на Бога, жизнь в Боге и тоска по Богу. Музыка, лишённая упования и радости о Боге, она не духовная. Музыка, лишённая тоски по Богу, она не духовная. Оно из этих вещей складывается. И это мы должны понимать. И, наконец, музыкальное приношение только тогда будет вызывать благоволение Божие, если его внутренние и внешние характеристики и то, что его составляющие, будут соответствовать библейским откровениям об этом. Мы откроем с вами два места. Это Колоссянам 3.16. Я думаю, вы эти места знаете, но я их буду читать. Колоссянам 3.16. Слово Христово доселяется вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодатье воспевая в сердцах ваших Господу. И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И Ефесянам 5.18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за всё Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это параллельные места. У них есть некоторые отличия. Но они показывают, во-первых, что целью музыкального служения в Церкви является вдохновение присутствующих на богослужении к подлинному и духовному восхвалению Господа в сердцах. Не просто произвести эффект, как мы хорошо сыграли, а это должно побуждать. Я уже рассказывал, что у нас в Москве долгое время, и сейчас Пасху праздновали ночью. И там мы очень много пели. Мы фактически перебивали все пасхальные псалмы. Я скажу, пропев это 2-3 года, и я вдруг заметил, что эти псалмы звучат во мне. Это очень важно. Очень важно. Мне очень нравится, что вы поёте много вместе. Мне нравится ваш хор, мне нравится, как у вас поют, но для меня ценно вместе поющая Церковь. Это должно петься. И когда придут какие-то трудные времена, песни вам помогут. К нам пришла одна сестра, женщина. Она потом отошла к Москве. Она послушала, что мы поём, и говорит, мне не нравится эта музыка. Мне классика больше нравится. Мне очень понравилось, как Елёня из Израиля сказал. Он ей сказал, послушай, я даже спорить с тобой не буду, но когда ты будешь умирать, ты не скажешь, поставьте мне 3-ю симфонию Бетховена, а я с этими псалмами убирать буду, уповая на Бога. Это действительно верно. Это действительно верно. Это реально. Это побуждает в сердцах. В сердцах словословия Бога. Её цель призвана поддержать это состояние. Её не цель произвести эффектное впечатление, имеющее характер внешнего выступления. Это первое. Второе. Что здесь написано, что написано, я прочту одно из простых мест. 3.16 колоссянам я возьму. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудрости. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами. Словословиями, духовными песнями. Мы будем сейчас разбирать эти жанры. Это нам не так важно сейчас. Но здесь важно другое. что Слово Божье назидается через музыку. Это то, что почти потеряно рационалистическим, то есть основанным почти только исключительно на разуме, богословием Запада. Богословие Запада очень сильно потеряло способность созерцания Бога. Я уже говорил, вопрос смирения, сокрушения. Это то, что приходит через музыку. Созерцательность. Влияние какое-то не только рациональное, не только умственное. Я не отрицаю. Умственное влияние должно быть. Слово должно проповедоваться. Но оно должно проповедоваться словом и назиданием в песнях. То есть основной и первой духовной составляющей духовной христианской музыки должно быть слово. Потому что цель духовного пения и исполнения это достигнуть сердца людей словом Божьим. Значит, цель духовного пения это прославить Бога, родив эту хвалу в сердцах, и воспитывать народ Божий в слове Божьем с помощью музыки. Я уже вам сегодня это рассказывал, когда говорил, что дети, они не понимают сразу слова. Они могут даже смешно воспринимать, как моя дочка воспринимала «Бог сил, будь прославлен, ты в духе, святом, как ленты в духе». Но когда они вырастают, им эти приятные мелодии, они начинают их повторять, и они начинают вызывать в их сердцах осознание слова. Вот это цель. Поэтому первым духовным составляющим элементом должен быть текст. Это должен быть текст. Это наставление словом Божьим. Этот текст является первоосновой и центральным духовным элементом истинной христианской музыки. И он не должен отодвигаться на задний план ни мелодией, ни гармонией, ни тем более ритмом. Он должен быть ясным. Попытка поставить свою музыкальную одарованность, делая текст невнятным и непонятным, оно забирает у музыки духовность. Текст должен быть ясным. Он должен сердец достигать. Он должен быть евангельским. Он не должен носить характер экуменическо размазанного, харизматического или какого-то другого порядка. В нем должно быть конкретное евангельское провозвестие. Слава Господу! И это в центре. Вторым элементом музыкального приношения является мелодия и гармония. Я бы сказал так. Их цель – нести текст. Я бы сказал так. Как вот мама нежно несет ребенка, то музыка, мелодия и гармония, они должны нести этот текст. И тогда она становится вторым духовным элементом духовной песни. Если она носит духовный, а не какой-то другой характер. Музыка, по сути, должна быть духовной. Что это значит? Я потом к этому еще вернусь, но я скажу для начала. То есть, если мы поем о благодати, то музыка не может создавать состояние депрессии. Но должна быть возвышенной, ободряющей, укрепляющей, учащей. Она не может быть депрессивной. Музыка, которая поет о Божьем мире, не может быть противоречивой или напряженной. Когда поется о святости и величии Всевышнего, музыка не может быть чувственной и ремонтичной. Музыка, которая приводит людей в пониженное серое состояние, является душевной и для назидания святых непригодна. Я сейчас скажу вам очень простой пример. Вы знаете, такой есть свадебный марш Мендельсона. Я скажу, мне нравится эта музыка, но я считаю, она совершенно неприемлема для введения новобрачных сюда. Это богослужение. Это хорошая душевная музыка. Это хорошая душевная музыка. Но здесь это богослужение. Здесь должна быть духовная музыка и ничто другое. У нас есть целый ряд братьев, они хорошо поют. И один, значит, взял песню о величии Божьем. Я как послушал, я ему говорю, послушай, ты больше, пожалуйста, никогда эту песню не пой. А почему? А он взял мелодию, я не знаю, знакома ли вам эта неаполитанская песня «Вернись в Соренто». Я говорю, это не подходит. Это чувственная, любовная песня. Она вся романтичная. Это нельзя петь. Это не поет о величии Божьем. Есть вещи, которые можно взять, скажем, из классики. Мы, скажем, поем вот «Древний Гефсиманский сад». Это, в принципе, Чайковский, но она подходит. Она сюда подходит. Можно какие-то под какие-то бетховенские мелодии, значит, «Земля проповедует славу Божию, а небеса проповедует славу Божию, а в делах его вещает твердь». Есть другие. Я не буду сейчас просто это выбирать, хотя я какие-то вещи могу вспомнить. Но есть вещи, которые не подходят. Музыка не может быть чувственной, романтичной, когда мы говорим о святости Божьей. Музыка должна быть поучающей. То есть музыка, приводящая человека в такое серое, пониженное состояние, она душевная, она непригодна для назидания святых. И третьим элементом это является ритм. Без ритма невозможна никакая музыка. Это 100%. Но ритм должен соответствовать ритму текста, чтобы сила высказывания текста не сказалась из-за чужеродного ритма нарушенным. Он должен соответствовать, музыкальный ритм должен соответствовать ритму текста, чтобы оно не оказалось нарушенным. Ритм должен быть сдержанным, ненавязчивым, благородно и мягко подчеркивающим ритм слова и не выделяющимся на фоне мелодии. Потому что последнее является типичной характеристикой душевной музыки. Душевной музыки. Это проявляет себя в нашем отказе от использования ударных инструментов в музыке. Некоторые говорят, у евреев были, но надо хотя бы один раз послушать, как они играли. Вот эта современная вся музыка, Хевена Шалам Алейхем, Хавена Гилла, то, что вам, наверное, известно, да? Понятно, о чем я говорю, да? Эта музыка совершенно не старая еврейская. Она родилась в 17 веке и родилась на фоне такого движения, хасидизм, которые хотели, чтобы сделать юдейскую религию живой. А религия юдейская без Христа живой не может быть. То это современный такой юдейский предтеча харизматии. Отсюда вся эта музыка дерганная пошла. ритм не может быть выпеченным. Он должен быть незаметным. Я понимаю, что настоящий музыкант, он имеет ритм в себе. Ему это тум-тум не надо. Так как это используется в классической музыке, то даже если мы возьмем такие вещи, как похоронные марши, где обычно ритм все-таки чувствуется, все равно он никогда не используется как музыкальная прорисовка ритма. Беритма жить нельзя так же, как жизнь в крови, правда? И если я положу руку сюда, то я чувствую пульс. Вы так же. Но если только отсюда начнет фонтанировать, вы не скажете, Ричард, мы наконец твою жизнь увидели. Вы скажете, Петр, дай жгут и позвони в скорую помощь. А почему с музыкой по-другому? А почему с музыкой? Я хочу вам сказать, я приведу вам чисто такой пример искусства. В общем, практически бесспорно, лучшим оркестром симфоническим 20-го века это был Берлинский фермермонический оркестр, так называемый Berliner Philharmoniker. Он достиг своего расцвета где-то в 30-е и 40-е годы под руководством такого дирижера Вильгельма Фуртвенглера. Этого человека характеризовало не только, что он эти ритмы сделал очень незаметные, но он каким-то образом ухитрился тактовые черточки не вычерчивать. И оркестр добился совершенно потрясающего озвучания. Так что даже мои мальчишки, некоторые из нашей молодежи склонные критиковать мои взгляды, они когда услышали это звучание сказали «Мы поднимаем руки! Мы поднимаем руки!» Он достиг этого звучания действительно потрясающего звучания, на котором этот оркестр достиг в тот момент непревзойденных высот. И когда я хотел просто значит вот летом мы ездили значит по Коми я хотел взять просто русскую классику немножко потому что мне в Германии меня хотелось русское взять исполнение я к ужасу обнаружил что они все в исполнении этого оркестра русская классика в исполнении берлинского оркестра и это считается вершина и это считается вершина я не забираюсь берлинский оркестр сейчас хвалить я хочу другое показать что ритм должен быть внутри он должен мягко как незаметно пульс подчеркивать это и поэтому мы убираем мы убираем все вот эти вот внешную прорисовку ритма это неприемлемо для духовной музыки это коренится в древней эллинской музыке или что еще хуже в ритмах взятых из шаманских из шаманских упражнений смягченных смягченных они на самом деле свидетельствуют о практически неспособности или нежелании достичь того отношения звука в той гармонии той мелодии которая затрагивает сердце вы прекрасно знаете что есть люди которые так поют оно за сердце берется и никакой ритм не нужен никакой ритм не нужен вот поскольку он является плотским и чувственным элементом в ней вот вот это мы должны знать вот это мы должны понимать теперь давайте попробуем все это суммировать привести значит христианские мелодики христианской музыки присуще следующее я буду какие-то пункты называть и я не буду не буду сейчас все места читать я буду только их называть но поскольку они это все записывают вы потом можете взять послушать и прочитать вот я сделаю таким образом значит христианской музыки присуще наличие в ней силы а не чувственности вот это очень хорошо было видно когда я ставил вот эти вот часовые программы любая музыка возьмите любую русскую немецкую католическую в ней присуще какое-то такое твердое внутреннее содержание это даже в спиричуэлс видно хотя я уже сказал что мне эти оригинальные их гармонии совершенно неприемлемы вот это сила при этом эта музыка воспевает не силу вообще но направляет к силе которой является сам Бог написано кто хвалит друга своего с раннего утра того вскоре сочтут за злословищего и вот они поют по 20 раз Бог ты добр Бог ты добр я иногда думаю кого они не себя ли убеждают случайно а вы посмотрите твердо я верю мой Иисус им я утешен им веселюсь небо наследия хочет он дать как же приятно им обладать она Бога открывает кто Бог в ее жизни посмотрите эти сборники посмотрите кто Бог она не просто воспевает какую-то силу Бог ты хороший Бог ты чудеса делаешь она открывает личность Бога делает Бога силой не мог бы я тропой идти но если ты со мной я тверд в пути когда же в смертном теле надежды нет ты ведешь меня к цели через тьму и свет я не совсем правильно сцитировал но вы меня простите вот это характеризует наличие силы внутренней силы утверждающей утешающей она прославляет Христа причем делает это не отвлеченным образом а через прославление его духа его личности она воспевает Бога великий Бог когда на мир смотрю я на все что ты создал рукой Творца вы проследите эти куплеты я просто не буду сейчас это цитировать оно раскрывается величие величие Христа в творении в спасении в милости в его близости со мной слава Господу это всегда характерно возьмите Боже славим мы Тебя это старинный псалом он восходит к амбросианскому петлю к четвертому веку хотя сегодняшняя мелодия уже другая Боже славим мы Тебя и хваление обоносим дивный песнь поем Тебе я забыл но неважно вы понимаете это это воспевается Бог воспевается Христос воспевающий как личность вот это мы это мы видим это действие пробуждающее веру в Бога и Христа это действие пробуждающее веру в Бога и Христа возьмите вот эти даже вот этот вот псалом Виктора Ивановича земля пустынная бесплодные просторы это почти как пророческое звучание это почти как пророческое звучание упование на Бога уверенность вы знаете когда мы ездим по коме эта песня все время звучит эта песня все время звучит. Это псалмы, которые побуждают веру в Бога, которые побуждают надежду на Бога и Христа. У меня не получается цитировать, вы меня простите. Я дам братьям, они это все скопируют, вы возьмете себе эти места, если они не возражают. Я возьму это, отдам, потому что у меня не получается. То есть это исповедание доверия и любви ко Христу. Это мы видим в этих псалмах. Доверие Ему. Упование на Бога. Воспевание Его личности. Весть об Иисусе скажи мне. Уповай на Бога, моя душа, доверяй всецело Ему всегда. Хоть труден путь в Господе прибудь, и весна наступит после зимних бурь. Во всех несгодах, во всех скорбях Он тебя поддержит. О, верный Бог. Вы, может, не знаете этот псалом, но он существует. Понимаете, она должна исповедовать желание следования за Господом. Божий, да будет воля Твоя. Твоим сосудом сделай меня. То есть это все псалмы, которые не просто говорили, что Христос со мной делает, она вкладывала в сердца людей упование. И люди этим жили, и люди этим дышали, и этим людям существовали. Такая музыка обязательно исповедует благоговение пред Богом и радость о нем. Радуйтесь трепетом, да, написано. Она рождает благоговение пред Богом. Это обязательно благоговейная музыка. Это не 20 раз повторенные какие-то слова, просто как какие-то частушки, извините за выражение. Это музыка благоговения. Божий, славим мы Тебя. Коль славен наш Господь в Сионе. Я просто называю какие-то псалмы, да, которые вы знаете. У этой музыки обязательно должна быть преемственность по отношению к христианской музыке предыдущих поколений. Потому что Бог не меняется. Мы можем спеть Лютера, мы можем спеть мы можем спеть что-то Лютера, да, твердыня наша вечный Бог. Мы можем спеть Божьи, славим мы Тебя. Это вообще очень старый псалом. Мы можем спеть придите поклониться верный с весельем. Это вообще музыка 14 века. Знаете, да, этот псалом рождественский? Мы можем спеть Божий будет, да будет воля Твоя. Это музыка 1903 года. Да? Мы можем спеть пустынный край безлюдные просторы. Это написано вообще где-то в 50-х, 60-х годах. Я точно не знаю когда. Но не ложится рок-музыка сюда. Но не ложится она. И вот эта преемственность она тоже важна. Потому что Бог не меняется. И нарушение этой преемственности они делают всегда вот если мы приедем в какой-то город старый. Вот мы проехали по Томску. Я скажу мне понравился этот город. Я хотел увидеть университет. Я знаю, что здесь старинная очень ценная библиотека. А книжки это я такие вещи люблю. Не пропустите. Мне просто хотелось посмотреть. Я знаю, что там на весь мир ценная библиотека. Я скажу красивый город. Я понимаю, что это старый сибирский город. Вокруг него растет новое. Я когда приезжаю в Берлин у меня всегда боль сердца. Видно, что город разбомбленный. Стоят старые здания, среди них совершенно новые. Сейчас не ломать начали. Я доволен, что они в Москве сняют архитектуру и убирают все эти коробки, которые делали центр города довольно, извините за с собой старые и развивая какие-то вещи. Ну, мы немножко какие-то у нас другие гармонии существуют. Все-таки, чтобы она совпадала с этим. Вот это очень важно. Тогда мы приходим к тому, что мы понимаем, чем характеризуется воздействие духовной музыки на человека. Она не должна приносить беспорядок, но мир. Она должна приносить не беспорядок, но мир. Эта музыка несет мир. Она не возбуждает. Она не возбуждает. Она должна приносить не разногласия, но гармонию, единство. В этом смысле многие вещи определяются по бладам. Их чуть-чуть остановили, музыкантов они вспыхнули. Все. Больше вопросов нет. Больше вопросов нет. В одном месте брат уверовал, так к музыке не относятся, но пример. Он сам был из цыганского народа, и с чизнёй пошли пророчества. Ну, а братья, они не уверены были, что это Божье. Знаете, например. Они ему говорят, брат, они решили его проверить. Брат, ты не пророчествуй. Ну, вот хорошо. Где не пророчествуй? В церкви не пророчествуй? Не пророчествуй. На молитвенной группы нет. Они везде могут говорить не пророчествуй. А если мы на квартире? Всё равно не пророчествуй. А если я один? Ну, тогда запиши и нам скажи. Он приходит им через некоторое время и говорит, братья, вот мне было такое откровение, вот этот человек согрешил там-то, с тем-то, так-то. Ну, хорошо. Они пошли к тому и говорят, правда у тебя такой есть грех? Он говорит, нет. Они говорят, тогда-то, с тем-то, там-то. Кто вам сказал? Они и так послушали, послушали, зовут брата и говорят, можешь везде пророчествовать? Он говорит, братья, не пророчествуй, так не пророчествуй. Пророчествуй, так пророчествуй. Да благослови вас Господь. Понимаете, вот это вот гармония, это мирность. Бог мирен. Сердца наши должны быть мирны. Музыка должна рождать мирность. Она не должна приносить грубость, но кротость. Все вот эти такие вызовы, желание раздражить, воздействовать на плотские чувства, на плотские чувства молодых людей, которые находятся в трудных таких периодах, это неправильно. Она должна приносить не гордость, но смирение. Она должна приносить не гордость, но смирение. Она должна приносить святость, но не обмерщение. Она не может быть развязанной. Она не может приносить что-то развязанное. Она должна приносить духовное, но не чувственное. Она должна призывать не к восстанию, но к повиновению. Эта музыка должна не ставить вопросы, провоцирующие сомнения и неуверенность, но отвечать на вопросы, утверждая в Боге и благочестивой жизни. Вы понимаете, что я говорю? Те пункты предыдущие непонятны. Бывают такие вопросы, такая музыка, которая поднимает проблемы, поднимает сомнения и вешает их в воздухе. И тогда люди только начинают думать, что мне дальше делать. Нет, духовная музыка, она отвечает на вопросы. Не в том смысле, что в музыке есть ответы на все вопросы, но она приводит людей ко Христу, влагает в человека упование, дает человеку надежду. Она отвечает на вопросы. Она не должна никогда быть развлекающей, но всегда наставляющей. Когда вы собираетесь, у кого есть псалом, псалом. У кого язык, язык. У кого наставление, наставление. Все съеда будет к назиданию. Вот таковой должна быть христианская музыка. В 103-м псалме мы читаем такие слова. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятно Ему петь моя, буду веселиться о Господе. Я на этом бы хотел на этом закончить. Но я хочу вам сказать... Может быть, будут вопросы. Но я сейчас хочу сказать, что музыка рождается внутри. Этой музыкой является Христос. Господь с силой моей и песен, Он сделался моим спасением. И когда жизнь, я могу сказать, Христос моя жизнь, то музыке будет правильное отношение. И пусть Бог сделает, чтобы не только слова нашей песни, но вся наша жизнь стала пением и хвалой Господу, достойной Ему, как произведение Духа Святого, исполненное духовными людьми. Аминь. Пожалуйста, если есть вопросы. Вы знаете, это вопрос такой... Это надо просто говорить. Сесть и говорить. Или вы можете подойти... Я сейчас список музыки дам. Или можно подойти, я какие-то скажу вещи. Или я думаю, что у вас есть музыканты, и люди, знающие музыку, они тоже могут что-то посоветовать. Правда? Я думаю, что есть вещи, которые братья знают. Братья могут какие-то вещи посоветовать. Не обязательно весь список от пиротина Великого до Стравинского говорить. Но вполне можно какие-то вещи... Если нужно, я могу какие-то вещи сказать, но вряд ли сейчас имеет смысл перечислять. Хорошо? Да. Я не понял. Нет, я смысл понял. А что значит к словам? Нет, просто к словам можно называть какие-то описательные вопросы или что-то. Слова могут быть... Вот эти вещи, вот эти слова могут быть как-то описательные... Конечно, мы говорили, что первым элементом является текст, а потом музыка. Мы об этом говорили, что недуховные слова – это сразу исключается. Но я об этом говорил, в принципе. Так. Ну что, давайте будем молиться. А, извиняюсь. Только громче. Я думаю так. Вы постарайтесь, во-первых, посмотреть, что у вас за фонограммы. Если они не духовные, лучше вы спокойно и скромно играете. Ну, конечно, я же не скажу вам сейчас, купите рояль за 30 или сколько тысяч. Я в долларах называю. Но вы сделайте его звучащим благородно, без всех этих накруток электронных. Вы сделайте его звучащим благородно. Вы уберите из него лишние фонограммы, посмотрите, представьте вашим братьям. Я не берусь сейчас эти все вещи рекомендовать. Мы это дело запретили, мы над этим работаем. Конечно, если я сейчас оставлю вашу маленькую церковь без музыки вообще, это будет очень неразумно с моей стороны. Но вы должны убрать все эти ритмические, пустые, эстрадные накрутки, играя на них, может быть, более скромно, но чтобы это было духовно и прославляюще Господа. Вот я учусь в музыкальном училище, и когда я поступала, я учусь на учителя музыки. Я не знала, что у меня будет такой предмет, называется ритмика, преподаватель. Вот как мне лучше поступить? Все равно учиться на преподавателе ритмике или инвестатор? А ты учишься именно на преподавателе ритмике. Нет, я учусь на... Теоретикам. Нет. Но ты ритмику должна выучить, понимаешь? Это же учеба, правда? Человек, который учится, скажем, на врача, он учит много, что ему потом не понадобится. Изучить эту вещь, это совсем другой вопрос. Но только это не значит, что ты будешь учителем ритмики. Понятно? Да. Когда мы учились в школе, мы учились в школе, и они нам эволюцию преподавали. Только мы же не могли сказать, это я учить не буду. Но я помню, как меня учили родители, говорят, ты встань и никогда не говори, что человек произошел от обезьяны. Ты говори, учение Дарвина говорит. И скажи эту вещь. Потому что ты должен же это знать. Но то, что учение Дарвина говорит, это не значит, что я считаю, что это правильно. Все, ты поняла меня, Наташа, да? Ну что? Да. Ну да, сейчас уже да. Это плохо, это беда. Это относится к той же самой там рэп, техно-музыке, которая на самом деле разрушает внутреннее состояние человека, приводит вот это такое развальное состояние. Это очень плохо. Я думаю, что здесь много дальше говорить не надо. Вы сами слышали эту музыку, это же почти слушать невозможно. Но проблема заключается именно в том, что мы детей не учим. Что будет? Вот вы пришли в огород. За морковкой надо ухаживать, картошку нужно окучивать. А нужно сорняком ухаживать? Растет сам, правда? И очень быстро. Только следи. Так же и здесь. Если мы хотим вырасти детей в правильном музыкальном отношении, мы должны их учить музыке. Я знаю, что люди, которые этим занимаются, они понимают немножко вкус. Я думаю, к настоящей музыке. Я думаю, что это в церкви надо делать. В церкви делать. С людьми говорить. С людьми проводить работу. Но мы это делаем, и вы можете это делать. Понятно? Простите, можно еще вопрос? Да. Вот вы сказали, что на Западе сильно разрушено, как сказать, ну, правильное построение христианской музыки. И что это как явление сильно, ну, начинает наблюдаться вот на Востоке. То есть, ну, вот у нас, да, и в наших территориях. Ну, подробнее об этом сказать. То есть, как оно разрушается у нас? То есть, вы имеете в виду чисто только харизматическую музыку? То, что харизмат, или что-то еще? Я имею в виду в основном харизматическую музыку. Надо сказать, что в немецких церквях там они только эту музыку поют. Причем это носит характер шлягеров. Мы первый раз были в Германии в 90-м году. Они там пели какие-то песни, восторгались. Мы переехали пять лет спустя. Я встретил их людей и говорю, как вы эти песни поете? Они даже вспомнить их не могли. То есть, это носит характер вот таких шлягеров. По пели ушло, по пели... Так не бывает. Дух Святой так не работает. Да, без меня не можете ничего делать. То, что то, что Дух Святой сделал, то оно стоит. Сделать-то мы можем, много можем. Но только как оно будет стоять? Оно сыпется без Бога. Вот. А надеющийся на Господу, как Горасион, стоит твердо, не поликолеблется вовек. То я вот это имел в виду. В основном. Но они, может быть, не только харизматические песни. Они у баптистов возникают, эти вещи. У других. Но это очень серьезная вещь. Что? У пятидесятников. Мы должны за этим смотреть. Я хочу сказать, это очень серьезная вещь. Один либеральный баптистский американский пастор сказал, если вы хотите поменять в церкви учения, это сделать очень просто. Поменяйте в ней музыку. Поменяйте в ней музыку. Когда входят эти музыкальные попевки харизматов, легкие, вот эта минимальная музыка, у вас через некоторое время возникнут проблемы с учением. Ну что, будем молиться? А, извиняюсь. Да, да, да. И рэп, и рок. Это вопрос воспитания. За это надо молиться и пытаться с детьми что-то говорить. Понимаете, пытаться. Это очень трудно поменять, потому что там уже посеяно. Если дети ходят в церковь, с ними надо работать. Если дети не ходят в церковь, то их надо вести к покаянию. И в момент покаяния эти вещи надо вкладывать. Вот как у нас говорил один епископ, операцию делают пока человек под наркозом, правда? Вот пока человек кается, надо все его менять. Пока он кается. Когда он кончил, кается, наркоз прошел, то начинаются проблемы. А здесь уже трудно сказать. Если дети ходят в церковь, то с ними надо работать. Если они не ходят, то тут только другого варианта и нет. Нет он. Да? Я подумала, что музыка залила в такт и не в минуту. Нет. Ну это медитативного типа музыки. Да. Да. Нет, но вы 19-летнего сына не можете с ним обращаться, как с пятилетним, правда? И это вопрос не только музыки, а бывают люди, что они там выпивают, курят. Вы не можете здесь ничего сделать. Здесь вам надо несколько вещей учитывать. Во-первых, вы должны за него молиться. Во-вторых, вы должны стараться с ним что-то говорить. Я бы постарался, чтобы у вас в музыке на других этажах звучала хорошая музыка. Но может быть, это может быть не только музыка духовная, потому что у них это отторжение. Можно взять и какую-то такую, я бы сказал, такую очень простую музыку классическую, чтобы она звучала, и звучали просто какие-то приятные мелодии, какие-то вещи. Но это надо отдельно говорить. Существуют такие специальные ЦД для детей. Вот может быть, что-то здесь. Это надо с братьями поговорить, этот вопрос обсудить, чтобы у вас звучала другая музыка. И что здесь самое важное? Если у вас есть еще дети, то вот их надо от этого беречь. И с ними надо собираться, им надо какие-то вещи рассказывать, чтобы не настраивать их против старшего брата, но чтобы они за него молились. И я думаю, что с другими детьми, которые под это влияние еще не попали, с ними надо больше петь духовной музыки. Я рассказывал, что вот мои старшие девочки, они привыкли засыпать под эти псалмы. Им было уже по 15 лет, папа, иди убаюкивай нас. Пой нам песни из песни Возрождения. То есть оно у них осталось. Вот здесь надо за других делать. Ребенку надо говорить. Причем я думаю, что человек, который слушает рок-музыку, у него вопрос не только в самой музыке, а у него вопрос внутри. И вот здесь надо понять, с какой стороны надо начать его евангелизировать. Что я не могу сделать, не зная вашего ребенка. Ну хорошо, у кого-то. Да? Ну это имеется в виду на языках. Там очень ясно написано. И петь духом на языках. Причем я хочу сказать, сейчас минуточку. Я хочу сказать, есть очень сильные переживания, когда может целая группа петь духом. Один брат, который был профессиональным режиссером, дирижером, может быть вы слышали, такого Анатолия Мацепуру. У него в жизни было переживание, когда он где-то в Белоруссии попал в маленькое служение, и он услышал, как вся церковь поет. Он говорит, я был потрясен. Я услышал контрапунктное, параллельное ведение голосов. Эти люди понятия об этом не имеют. Один дедушка им дирижирует. Но он не руками дирижирует, он духом дирижировал. У нас недавно так получилось, они выехали куда-то, молодежь, и все стали петь духом. Они пели больше часа. Это привело их к огромному сокрушению. Я думаю, сейчас не просто искать пение духом надо. Бывают искушения на пророчествах, теперь еще на этом появятся. Но надо возгревать свое духовное состояние, и это придет на место. Исполняться духом, и Бог поставит все на место. Теперь там кто-то спрашивал. Только громче. Ну, вообще-то мы говорим нашим детям, чтобы они на это не ходили. Танцы, они нам неприличные в школе. Ну, вы знаете, здесь зависит от вашего контакта с ребенком. Ребенок говорит, я не хочу, и они будут вынуждены с этим читать. Все равно, он может это сделать. Я же тоже учился. Я же тоже помню, как мы какие-то вещи бойкотировали. Я же тоже помню, как мы какие-то вещи бойкотировали. Что-то они нас говорили, заставляли. Я тоже был необращенный человек. Они учили нас какие-то стихотворения учить Маяковского. Если они нас раздражали, мы, ну, я так уж извиняюсь, мы специально хулиганили, но их переделывали, чтобы они от нас отвязались. Да, я понимаю, но ребенок должен сказать, что я это не хочу делать. Вот это я делать не хочу. Конечно, если он везде балуется, то ему трудно отказаться. Но если это такой положительный человек, он здесь говорит нет. Ну, все равно, я здесь другого не могу сказать. В принципе, ритмика и танцы это то, что мы говорим нашим детям, чтобы они от этого уходили. Мы грозили нашего Женя, который был про второго к нам. У нас был такой случай. Нашего Женя, он отказался от танца, от этого предмета. Мы грозили, что он останется на второй год. Я ходил в школу, и вот, ну, слава богу, лучше сюда. Да сейчас такого, друзья, нет. Я в школе работаю. Сейчас, пожалуйста, если вы ребенка не хотите на предмет, на любой, на историю, на литературу вести, пишите заявление директора, мой ребенок отвечать не будет, вам никто слова не скажет. Ну, может быть, с историей не надо забирать, а с танцев можно. Вот это надо понять. Да-да. Здесь надо, чтобы он в одном месте был честным и примером, а с сомнительных вещей уходил. Спасибо. Я не знаю, что ты там, что ты там исполняла, но какие-то вещи белый бар так можно исполнять, а что у тебя, я не могу сказать, я все же не такой большой знаток. Но ты должна эти вещи, немножко какие-то вещи чувствовать. И если у тебя что-то сомнительно, ну, попробуй это поменять. я не думаю, я не думаю, что из современного все можно выкидывать, это не так. Но ты должна это сама видеть, ты все-таки музыкант, ты это видишь, и ты это понимаешь, какие-то вещи. Вот если у тебя какие-то сомнения, лучше поменяй. Но какие-то современные вещи тебе придется играть, то ты выбери из этого приемлемое. Если что-то, посоветуйся с братьями, с кем-то, кто в музыке понимает. Я не беру сейчас все говорить. Ну что, помолимся? Пока.